Так, а сегодня у нас 9 июля, у меня первый выходной, утро, и я решила заказать доставку перекресток, давно не заказывала, ни реклама, у меня не будет никакого промокода, так что просто покажу, что я заказала. Так, я заказывала изначально абрикосы, но абрикосы не было в наличии, поэтому поменяла их на нектарин, вот такие вот 5 нектаринов, по-моему, были по 119 рублей, что это такое. Так, хочу сделать салатик сегодня, заказала вот такой вот от маркета, от их собственной марки, кукуруза, сахар, на вруге я уже брала, мне показалось, она более-менее нормальная. Также для салата мне нужен был фиолетовый лук, взяла его тоже. Так, молоко, опять же, от этой марки перекрестка, молочный знак, надеюсь, будет вкусно, по-моему, я такой еще не брала. Так, взяла их вот такие вот грибы для салата, кстати, буду сегодня делать новый салатик, покажу вам, получится он удачный или нет. Так, также заказала вот такой вот по скидке был сыр, Эканива, наш сыровал, колыбельный называется, еще такой тоже не заказывала. Так, заказала вот такой попробовать квас, традиционный, 2 литра, зеленая линия, тоже от их марки, и тоже он был по скидке, кстати, холодненький, да, можно сейчас пить. Я люблю квас, когда он не сильно сладкий. Так, папа может сосиски сочные, чтобы были в холодильнике. Так, и заморозка была в отдельном пакете, взяла для сына вот такой вот пломбир, крем-брюле в вафельном стаканчике, опять же, молочный знак, по 45 рублей, по-моему, он был, 3 штучки взяла. И вот такой вот филе ментая в кляре, нежная корочка, надеюсь, будет вкусно. Здесь всего 300 грамм, но так иногда хочется чего-то такого рыбного, поэтому, собственно, и взяла. Может, сегодня пожарю, может, попозже. Так что вот такой у меня был заказик. У меня был еще промокод, и мне это обошлось 1195 рублей, по-моему, весь заказ. Так что я считаю, что вполне такой удачный получился заказ, тем более, если учесть, что все, что я хотела, я взяла. Вообще, хотела поздороваться, не знаю, будет меня слышно или нет. Мне приходится сейчас снимать на телефон, потому что у меня сломалась камера, вот, и мне пришлось думать об обновлении, потому что моей камере уже практически 10 лет, я ее покупала в 2015 году, и она и так служила верой и правдой мне много-много лет. В общем, заказала я, конечно, эту шину на экран, которую брат обещал мне поменять. Я не знаю, у нас Aliexpress будет идти месяц, поэтому не знаю, то ли мне сейчас снимать без экрана, без экрана, конечно, очень сложно на камеру снимать, потому что ты вообще не видишь, что ты снимаешь. То ли есть у меня еще одна задумка обновлять камеру, не знаю как, но у меня близится день рождения, и я подумываю о том, чтобы купить телефон с очень хорошей камерой, чтобы не надо было его таскать, как другие блогеры снимают чисто на телефон, но iPhone, конечно, я себе покупать не буду, потому что телефон за больше, чем 100 тысяч, мне кажется, это полный бред. Это вообще не знаю, как так можно столько потратить денег на это, ну вот кому как. Вот, но есть кое-какая задумка, надеюсь, у меня она получится. Пока раскрывать все тайны не буду, так скажем. Вот, сегодня у нас продолжается вот дикая жара в Ростове. Сегодня мы должны встретиться с дочкой. Вот, я вам еще не, вообще еще не снимала после того, как приехала с отпуском, потому что, повторюсь, из-за камеры. Вот, камеру я отдала брату посмотреть в Волгодонск. Вот, дочка должна ее сегодня привезти. И какие у меня планы. В общем, хотела утром пойти покупаться на левый берег, но сын не захотел. Говорит, очень жарко, вообще не хочу никуда ходить, хотя он вчера вообще никуда не ходил. Вот, ну и я уговорила его, может быть, после обеда посмотрим. Да, дикая-дикая жара на улице, ничего не хочется, честно говоря, делать. Качество съемки ужасное, простите меня, пожалуйста. Надеюсь, в ближайшее время это исправит. Так, пришли ко мне две очередные коробочки. Первая, значит, у нас была совместная с Виде и Рю, называется ЮАМАЧИК. Магическая, такая вот красота, сиянь, все, как мы любим. Вот, от Холи-Коли, здесь у нас есть вот такая вот ткань-памазочка увлажняющая. Потом спонжик. Класс, спонжик обновить то, что нужно. У меня как раз все спонжики уже такие поведеносные. Так, очередной увлажняющий гель для душа от концепта. А, у меня был шампунь такой, гель для душа еще не была, хорошо. Пригодится. Так, от Миксит, экстракт ламинарии и масло мяты. Это у нас антицелитное обертывание для тела. Затем вот такая вот миниатюрка. Это у нас Бамбук Супер Серу от Эсбербориан. Такой вот малыш. Это у нас от Инфлюенс Бьюти. Бальзам-жилет для губ. Такой вот малыш симпатичный. Так, масло для поврежденных волос от Атресемы. О, господи, заброшу назвать. Атресемы. Ультравосстановление за одно применение. Попробуем, что это такое. Затем дезодорант от МИТУ. Что это такое, не знаю. Но интересно будет попробовать. Натуральный какой-то дезодорант. Такая вот тушь у меня сейчас в использовании. От Ви Вин Сабо. Голубая, в оформлении, вернее, в симпатичном таком бирюзовом оформлении. С силиконовой щепочкой. Так, миниатюрка от Эбориан Сиси Крем. Замечательно. Люблю средства от Эбориан. Так, потом от Защитной со степень 20. Теликейт Солейр. Вот такой вот бренд. Это у нас крем для тела с SPF 20. Так, и последнее. Это было вот такой вот от Бораплю. Совершенно увлажнение. Какой-то, я так понимаю, бальзам для тела и что-то такое. Ну, Бораплю славится у нас всякими увлажняющими уходовыми штучками. Глянем, как она выглядит. Видит. Симпатичный такой. Он, я так понимаю, с орехом макадамии или с чем-то. С каким-то орехом, в общем. Ну, такой вот неплохой, в принципе, составчик. Мне понравилось больше всего, что тут есть спонтик для макияжа и тканевая масочка. Я так хочу приготовить сейчас салатик. Захотелось с грибами какой-нибудь салат. Нашла такой, мне казалось, интересный рецепт. По крайней мере, такой я еще не пробовала. Значит, для этого нужны грибы. Я их пожарила. Можно взять просто маринованные, если не хочется возиться. Затем луковица красная одна. Соленые огурцы можно взять свежие. Но там в рецепте написано соленые. Я поэтому решила взять соленые. Так, 4 яйца вареных. Кукуруза. И яблоки. У меня яблоки уже нарезаны. Достаточно одного яблока. Вот. Так что все режем кубиками. А, еще укроп нужен будет. Укроп. И заправлять можно горчицей и немножко майонезом. Потом это все кубиками. Это кубиками. Яйца у меня уже порезаны. Все. В принципе, сейчас быстренько приготовлю. И покажу, что у меня в итоге получится. Так, вот такой у меня вот салатик. Я все смешала. Он такой яркий, позитивный. И сочетание яблок и грибов очень необычное. Я первый раз такой салат пробую. Уже его протестировала. И, кстати, вполне неплохо. В заправку добавляется немножко горчицы. И майонез легкий я взяла. Получилось очень вкусно. Как-то новенький такой вкус интересный. И, в общем, советую приготовить для тех, кто не знает еще, что такое интересное попробовать. Так, начнем на 14 июля. И сегодня день рождения у нашей любимой дочки. Мы приехали ее поздравлять на Дересаева. Но она пока у нас еще спит. Потому что она 2 часа ночи только легла с работы, пришла. В общем, мы ждем ее в Бургер Кинге. Сидим, ждем с Леней. А Коля пошел за цветами. Там вот сзади подарки лежат. Она заказала. Она заказала две подушки и постельное белье. Мой заказ готов. Теперь у нас воскресенье, людей мало. Время только утром в 11 часов. Заказали всяких вкусняшек Лене. Балую его всякой гадостью, как говорится. Себе взяла донат, кофе взяла и маленький ролл. 300. Леня взяла бокс вот такой вот с наггетсами, картошкой. Это уже донат, колу и бургер. Потому что утром у нас закончился хлеб, мы не смогли взять. И поэтому он без бутерброда пришел. Сказал, что голодный, да? Вот какой красивый ботинетик. Коля купил Ники. Моей зайки. Класс. И, кстати, открытки вот это все бесплатно. Да ты че? Мы зашли уже к красному Вересаеву. Ника живет в этом доме. Сейчас будем ей звонить. Туда так просто не попасть. Покажи цветы. Цветы покажи. Какой тут вид классный. Слушай, я не была на общем балконе. Офигеть. Сонная такая. Конечно, если проснусь. Ну, покажи ей свое личико, Гюльчатай. Капибара давит. Ники на квартирка. Саша подарил Нике айподсы последние. Такие вот подарочек. У нее не было еще ее айфона. А я постельное бурье вот такое вот с подушкой. У них не было еще серое. Ах, захотела она. Так, у нас 14 июля. День рождения нашей дочки продолжается. И мы идем отмечать модный бар на Косторнистскую. Цех, где у нас было знакомство с ее парнем. Вот, например, Рафидь Васильевская. Мы отдастся. Мы поздравили с днем. Так что сейчас идем. Будет узкий круг ее самых близких людей. Это мы. Сынок не захотел с нами идти, как обычно. Ее самая близкая подруга. Ну, соответственно, ее парень. И она. Так что, надеюсь, будет. Так, ну вот наша именинница. Мы заказали уже все. Ждем. Я пока заказала все два коктейля. Маракуйя и Лав Ис. Что? Сейчас тебя сниму. Как мне цифер с креветками принесли. Очень вкусно, кстати. Я сейчас себе коктейль загубил. Коля собрался делать коктейль. Дай. Не посмотри, как рецепт у вас. Так, мне принесли мясо с овощами гриль. Сырные палочки с клюквенным соусом. Креветки в сырном соусе. А у Коли что-то какое-то тако. Да, 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 я подскажу. Так, а что там внутри? Там рубленая гвязина. Там кака. Там кака. И овощи. Така это кака. Кушай свою кокну. Я и буду. Сула, будем тебя поздравлять? Где ваша? Не принесли мне беду еще. С крепчайшего здоровья. Вы можете за каждым шестого года наождать нас будет. Детские заботы. Поздравляем. Так, а сегодня у нас воскресенье. У меня первый выходной. 21, по-моему, июля. Мы приехали с утра пораньше на Соленое озеро. Отдыхать пока людей поменьше. Водичка просто обалденная. Наверное, градусов 25. Точно. Очень-очень теплая, комфортная. Мы Бленю вообще не можем вытащить. Он уже час на раз сидит в воде. Дала ему свою подушку. И он наслаждается. Мы взяли шезлонг. Я балдею с телефоном на шезлонге. Коля тоже наплавался. Он в этой соленой воде, кстати, может спокойно совершенно нырять. У нас в нашей донской воде он начинает чихать. Аллергия у него появляется. Все такое. Жара у нас продолжается. Вроде на неделю обещают хотя бы чуть-чуть. До 29 снижения. Потому что было просто невыносимо. 45 и выше. Очень жарко. Это в этим летом просто. Какие-то рекорды. По жаре у нас отключается электричество. Во многих районах. В Краснодаре наша Ростовская АЭС, которая находится у нас в городе, дала сбой. Из-за этого произошли проблемы на юге России. Из-за жары этой дикой. Такая вот водичка чистенькая, теплая-теплая. Сначала идет мелко, потом глубина. И мы на втором пляже, там на первом пляже людей намного больше, а здесь людей поменьше. Сегодня полдня, наверное, до обеда точно будем посидеть. До обеда точно будем, наверное, здесь наслаждаться. Дай? День. Будем наслаждаться до обеда. День. А вот там, кстати, есть беседки. Вон там вдалеке. Хотим на мое день рождения арендовать беседку на весь день. Шезлонги. Ника приедет с подружкой и будем наслаждаться тоже весь день. Саша подружкой назвал? С Мариной. Саша не знаю, получится или нет, он работает в этот день. Ага. Поэтому я про Сашу не сказала. Вот, лишь бы у Коли получилось. Ты сказал, что твой жены день рождения? Нет. Во вторник. Нет. Еще нет? Нет. Надо предупредить. А то будете тут с Никой, с Мариной. Не-не-не. Шашлыки кто там будет жарить? Они же рестораны. По традиции, с Ленчиком идем во вкусные точки что-нибудь перекусить. Коля еще остался на пляже. Не хочет с вами идти, он не любит его очень сильно. Вот. Тут у нас аквапарк рядом. Очередь в аквапарк. 1254 часа. По-моему. Где-то так стоит. Сейчас пройдем мимо, я покажу. Там, в принципе, неплохо. Я бы такая пошла, бы покупалась в бассейне чисто. Надо посмотреть. В Ростове есть бассейны разные. Может быть, в бассейн какой-нибудь сходить, покупаться. Это такой же рище. Все, что нужно. Тут мало горок. Типа такого, как мы были в Лазаревском. Небольшой совсем. А цена такая же. И вот у нас как раз вкусная точка. Сейчас самая жаришка. Уже время полдвенадцатого. взяли картошку и пирожок. Я взяла сегодня раф и вот такой миндальный пирожок. Или я еще бамбургер взяла сегодня. Шумно, людей очень много обеда. Сегодня у нас 22 июлян и у нас весь день все утро мы наслаждаемся долгожданным дождем. Два месяца два месяца у нас не было дождя вообще. Нас достало это жуткое пекло. Все утро гремит вверх как из ведра. Хотя по области дождя нет. А вот здесь у нас простой льет льет. У меня муж сразу уже побежал гулять под дождем. Он вообще обожает у меня дождь. Я сама мокну. Мокну стою. Донтика второго не смогла найти. Но честно говоря это оживительная влага. Все у нас все желтое. У нас все деревья желтые. Очень не хватало дождя влаги. В общем сегодня все утром льет. Вы вымыла голову с мокрой головой. Убежала наслаждастся дождиком. Уже какой кайф. Прямо Это просто обалденно. Сегодня у меня план остается в торговый центр. А что кошка посмотреть. уже ездим. Что-то заступил мне тот костюм жестко с деброй. Что-то перешила померегиваю сто раз. может сейчас на не скидка. Поэтому решила погуляться сюда. Ну все особо планов все там нет. снимать видео помомонтировать но и съездим погулять торговой. Давно уже дождь закончился стала опять жаришка солнце вылет благо желание вылазить еще парит после дождя жутко. В общем я собралась сегодня я в желтом и еду в Мегур гулять два особой дочки но она сказала что сегодня у них парни совместный выходной за долгое время. Поэтому они в другие планы. Ну ладно пойду сама гулять. Что что померить в общем будет как обычно шоу дыринка в торговом центре посмотрю что там есть интересного золу хочу зайти там в кладшки посмотреть какие-нибудь сейчас они вроде бы на скидках вот что такие вот планет у меня глаза заказом поделись и зайти так что солнце вылезло было так хорошо сейчас опять 30-ка даже на больше все приехала в торговый центр есть только вверх от этого костюма который умерила и топиков зеленых уже нет или топики вот такого красивого цвета но на валберез дешевле эти топики ой эти здесь они получились стоит 219 а на валберез 829 еще тут тоже нет и на маркетплейсах их разобрали именно такие же я хотела под зебру в золе видела подобные костюм там он дороже стоит сейчас еще прогуляться шалка топиков такой цвет красивый я вот такого цвета топик не мало найти тот раз мне не хотелось такого костюма как только все разобрали мне его захотелось что-то такое зебровое короче обидненько да единственное мне сарафан понравился такого цвета я думаю что его померите вот этот сарафанчик он сейчас 500 тоже со скидкой 1519 да первый сарафанчик мне понравился 1519 по скидке длинненький здесь нам что-то немножко мне очень нравится когда пузырится непонятно да в общем-то 1519 по скидке цвете как бежевая зебра сверху резинка используется довольно приятно кстати вот эти пузыри все и второй вот такой царафан такого цвета травянистого как мне понравилось но он трикотаж трикотаж прям тоже цена у него такая же кстати единственное тут белье нужно такое чтобы без бретели было совсем но он не пузырится уже смотрится вполне симпатично теперь я пришла в зону убрала вот такое платьишко прям хорошая распродажа просто интересно посмотреть как оно смотрится вот такой вот 999 стоя ну вот такой вот костюм как обычно зебра правда он шел с шортами я видела такой волберис есть шорты я так и не нашла выбрала юбку чисто чтобы померить юбку я вряд ли буду брать ну если что думаю если понравится шорты можно на волберис заказать цена здесь дешевле намного чем на волберис и еще понравился вот такой вот с рафанчик с вишенками прикольно смотрится подоставит конечно не бюджетно совсем что-то какой-то дороговатый по скидке 1770 вот такой вот но мне понравился расцвет мишеньки платный номер такой вот симпатичная малиновая ничего такого нету блин мне нравится такой вроде простенькая прямого покроя как-то смотрится прикольный цвет такой яркий малиновый нравится вверх будет хорошо смотрится платье номер два блин это идеальное платье с вишенками и длина классная материал такой приятный какой-то типа под джинсу он довольно плотный мне кажется его можно без безглазера носить и сидит на мне идеально просто как будто на меня сшит и карманы все как я люблю он сделан по типу халата спереди я думала будет туговато в груди но нет я застегну все хорошо блин она идеальная взяла блин померить такое вот классное платьишко очень мне нравится я давно хотела себе что-то с вишенками ну е-мое набрала блин ну третий комплект топик я взяла в остине и такие же шорты хочу заказать на волдырис юбку я сделала просто чтобы пометь юбку я брать такую не буду но кофточка мне нравится единственное размер поменьше возьму это у меня м-очка она мне прям большая такая как оверсас надо сочку взять если такие же шорты взять то будет смотреться просто идеально волдырис кстати 1729 а сейчас она стоит 1199 то есть как бы дешевле вот в принципе я так и хотела еще шорты такие же зеброй и будет круто хочу что-нибудь зеброй у меня просто момент это по зебре глядь юбка нет она сюда не подходит чисто так померить но блузочка мне нравится блузочка как с топиком смотрите осталось только шорты такие же я поставлю картинку на волдырис как они продаются пока нечто здесь не нашла в наличии сейчас на кассе буду спрошу есть они не нашли никакой не зырюк полный конкретный шопинг я в гости не купила две вещи и в золе понравились мне очень эти платья и эта кофточка рубашка с зеброй сейчас закажу шорты на волдырис и надеюсь у меня будет такой комплект как я хотела вот но я довольна очень такое платье кстати на волдырис с вишенками стоит 500 рублей дороже так что мне даже выгодно получилось и вот эта малиновая мне очень понравилась очень очень довольна с вами покупками пошла на третий этаж ничего не нравится а тут прям все нравится что померила довольна прям как действительно ну вообще в конце лета покупать выгодно на следующее лето так что я практически уже разрешила это готово осталось мне только купальник какой-то приобрести надеюсь в следующем году мы с Колеси все-таки сидим вместе куда-нибудь на море поэтому по-любому нужно купальник